Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Да, ну перестань, а сколько можно показывать то, как одна тварь или десяток тварей разделывает под орех команду корабля, колонию поселенцев или бравых барпехов, мать их Осуществившаяся попытка приручить... И обуздать этих тварей, вот то, что не удалось французам в своем воскрешении и вполне могло получиться у Нила Подумать сама Баркли, постаревший Капрал Хиггс, обезображенной кислотой, уцелевшая Ньют и бессменная Сигурни в роли Рипли Да я что угодно отдал ближе, это увидеть, к сожалению, уже не увижу То есть игнорировать события всех частей после третьей, то есть второй Да, черт возьми, игнорировать, все из-за Ридли Скотта и его желания продолжить историю самому Вот, даже посмотри на примере этой короткометражки, в которой мы сейчас находимся Даже дураку понятно, что нечто подобное было бы и с Чужим, ну разве это не круто? Вот Сейчас я буду две бедуты объяснять тебе, как им пользоваться, ну это же прямо как в Чужих Джеймса Кэмерона, разве непонятно? Нил как бы всем видом этой короткометражки хотел намекнуть, как он мог бы разгуляться до просторе Пятого Чужого И да, это всего лишь мнение автора, а не истина в последней инстанции Не говори мне ничего про Чужой Завет, или я вот снесу себе башку прямо сейчас, и фильм кончится Да, в пятнице 13-е больше смысла, чем в Завете, ты поняла? Ну, я скажу да Хорошо, теперь бери сумку и пошли, а то меня уже тошнит от одном воспоминании о Чужой Завет Я не понимаю, как ты можешь его защищать? Весь фильм первой половины полностью копипастит первого Чужого, а второй проигрывает студенческим хоррором, где поролоновые монстры едят кого-то на озере или что-то в этом духе А самое главное, только вдумайся, Ридли не смотрел ни одного фильма про Чужого, понимаешь, ни одного Он даже в общих чертах не знал, что там придумали, да это же бред Королева Чужих Кэмерона уже стала каноничной, и зачем вот это вот всё непонятное, вот этот ход с жижей, грибами, спорами, бактериями, насекомыми, я ничего не понял Как вообще это работает? Что это за инженеры? Почему они в холщовых халатах и пришли всем своим силом смотреть на корабль Дэвида? Высокоразвитая раса, которая даже не обладает системой диспетчеров, ну или запросов на посадку Это просто какие-то фермеры, наверное, типа нашей хамишей Но ведь Дэвид говорил, что летит на родную планету инженеров Они что, деградировали? Ладно, пошли отсюда, они все деграданты, как и я после этого фильма Значит так, хватит отвлеченных разговоров Сейчас будет несколько сцен, и мы их ещё раз посмотрим В которых прямо откровенно понятно, что этот же накал, эта же цветовая гамма, эти же ракурсы, эти же дерьвозные звуки и гнетущую атмосферу Нил Бломк мог бы использовать в чужом, если бы ему дали его снять Понимаешь? Чёрт, мне воздуха не хватает уже защищать отменённый проект Дай маску Ну всё, понеслась, сейчас сама всё увидишь Я всё равно не согласен Да и чёрт с тобой Ну всё, приготовься, сейчас будет очень круто, достойно чужого Субтитры сделал DimaTorzok Да что, как в чужом же? Ты послушай только звуки выстрелов Какие тебе ещё должны доказательства, что Нил Бломкемп справился бы с пятой частью? Ну не знаю, если честно, к этой короткометражке тоже есть претензии по логике Я дебагую это слушать, возьми ствол и убей меня просто, ну какие претензии? А как же образность и метафоричность совета, ведь в ней столько аллегорий и отсылок Уж не процелуили фастбендера с фастбендером, когда один андроид предлагает другому играть на своей дудке, сложить губами, а губы амбушюром и дуть в палочку Это аллегория, согласен, но не совсем на то, что надо в серьёзном фантастическом фильме А я как это увидел, так сразу же себе глаза вырезал Это отсылка к поцелую Иуды Да там полно отсылок, только они путают зрителя Чёрт возьми, я пришёл на фильм, у которого в наслание вынесено слово «Чужой» Ты в курсе вообще, что согласна опросам по логике зрителей, пришедших на фильм, они пришли только из-за того, что там было слово «Чужой» Называется он «Прометей 2», интереса бы вообще не было Когда я захочу аллегорий и творческого сабовыражения, я лучше пересмотрю космическую одиссею Стэдли Кубрика с его глубиной вопросов Одиноки ли мы во вселенной и изумительной композицией кадра, стремящейся к симметрии, стремящейся в одну точку Но этот же «Чужой» нам показали то, что Дэвид создал «Чужих» Но они же уже как бы были в том самом «Прометеи» там, понимаешь, висит фреска с «Чужим» С «Чужим» мать его, в конце «Прометея» вылез «Чужой» Кривой, правда, но «Чужой» В общем, я для себя решил одно, что Дэвид не создавал «Чужих» Дэвид просто изобрел велосипед, открыл то, что до него существовало Потом его создания отгрызут, я надеюсь, ему башку и на этой чертовой рига и шестили и куда они там летели космические олеги Только так я могу с этим смириться А теперь бери пистолет и беги отсюда И палец вот тоже забери, иначе я выдавлю себе оставшийся глаз Беги, беги, как будто ты бежишь в фильме «Чужой» Беги ради классных кадров и атмосферы Нил Блонко снял бы классного «Чужого», я уверен Блонко, гений, еще пальцы мне в глаз Говорит автоинформатор Отвечая на вопрос к логике зиготы К вопросу, почему не пытались по старинке «Жечь тварь» С чего вы взяли, что не пытались? Возможно, это просто осталось за кадром, а сами попытки потерпели неудачу Это же короткометражка, а не двухчасовой фильм «Жечь тварь», «Жечь тварь» 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 Я вот подумал, многие говорят, а почему она не продолжила расчленять тварь топором? Мне кажется, всё просто. Тот, кто считает, что расчленять тварь топором легко, пусть едет в деревню, возьмёт топор и попробует за несколько минут порубить на мелкие куски с каждым дутом овцу, мать её. С костями, жилами и шкурой, да он выдохнется на второй минуте маканья топором. А эта тварь, это же целый слон, это понятно, что, да, тварь, то есть, начнёт восстанавливаться куда быстрее, чем её порубят на куски. Вот почему, кстати, тварь не использует другие свои пальцы, чтобы открыть дверь храдилища, ведь наверняка у неё есть фрагменты людей с этим же уровнем допуска. Да это... это... ну там... короче, смотрите, чужой завет, там всё логично. А чё вы привязались-то? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok